Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! Как только у нас наступает затишье в игре, то есть у нас контент будет только через месяц, ну такой основной, сейчас будет пара событий, вы можете прочесть в моей группе ВК, дело не в этом. Дело в том, что блогеры пытаются найти себе тему для роликов, чтобы тем самым хоть как-то привлечь к себе аудиторию. Этот ролик будет посвящен подобным товарищам. Ну давайте по порядку. Как вы помните, вчера вышла вот эта реакция на ролик разоблачения о себе, о том, что я наехал на сайт, который у нас официально не подтвержден с ми-хуё, и комьюнити-менеджер на него кинул страйк, ну и так далее и тому подобное, благополучно посмеялись. Но дело пошло дальше. В общем, товарищ, который снимал этот ролик, и на которого я снял этот ролик, вот, зашел ко мне в дискорд и начал мне рассказывать. Ты не заслужил, чтобы еще меня тыкнуть? Заслужил? Да, прикинь, заслужил. Заслужил. Завод работы, пожалуйста, вот нас вот из таких, как ты... И что, это твоё? Не смотри, иди на завод. Тогда объясни, ну, я тебе скажу, что ты просто решил пропиарить его тоже. Ну, чёрный пиар, это тоже пиар. И что? Тебе тоже, получается, должны сейчас присобачить за это. Да что? Ну, ты его просто тоже пропиарил, ты его показал. Люди туда зашли, посмотрели, некоторые его... Да, ну, прежде чем я это показал, я скинул комьюнити-менеджеру. Да, вот в чём дело. Понимаешь? Вот и всё. Понимаешь, твои факты разбились об реальность. Я даже опускаю то, что как начался этот диалог. В целом диалог у нас был около 15 минут, и из них, наверное, более половины, это было постоянное перебивание. Поэтому я взял основные моменты этого разговора. А нет аккаунтов. У тебя в Genshin нету аккаунта? Нет, я не играю в Genshin. Я понимаю, что с ним видео мне просто скидывает тимплей. Но я знаю, я играл раньше. Сейчас я тебя подправил. Я очень рад. Вся продукция, которая есть в Genshin Impact, абсолютно вся, это собственность их. И если это не согласовано с официальной позицией, это является мошеннический сайт. И то, что ты пытаешься пропиарить, ещё раз говорю, это твои проблемы, что ты этого не знаешь. И ты сам, приём, зашёл, мне сказал о том, что они нелегальны, это всё делают. Они нелегальны, как сайт. Понимаешь, если ты напишешь поддержку Genshin Impact, да, нет, тебе ведь это тоже нелегально. Ну, это значит, что они нелегальны. Так, а здесь Google, получается, тоже нелегальны? Я же нелегальны. Google. Причём тут это, мы говорим по конкретной тематике. Мы говорим о тематике первогенов и продажах, понимаешь? Ну, Google тоже подают в первогемы, и что? И нелегально, так же я писал в поддержку Genshin Impact, они нелегальны. Их и рекламируют. Тюля не подвину того, что они нелегальны, и это всё честно. И что? Тут тоже всё честно. Почему это Google? Если Community Manager говорит, что этот сайт, допустим, имеет какие-то связи с официальной позицией, с официальной позицией. Муза ответить. Отношения, понимаешь? Я тебя хочу донести, то, что не всё будет иметь такое официальное, понимаешь? Какое право имеет неофициальная контора выдавать то, что принадлежит компанию Михуя? Они относят им деньги, понимаешь? Сайт, ну, если он не приносит прибыль, да? То есть ты же говоришь о том, что как ты там сказал? Они покупают официальных представителей Genshin Impact через Kodashop, которые напрямую связаны с Genshin Impact. А почему же тогда Community Manager назвал это Лохотрон? Спросил я про коды Шоплой, это не или нет? Нет, ещё раз говорю, почему он назвал это Лохотрон? Потому что напрямую сдержанным фактом они связаны с Genshin Impact. Если они являются ключи, они появляются посредниками. Ещё раз. Почему тогда посредникам, как ты говоришь, кинули Strike на сайт и на группу VK, чтобы её забанить? Ну, если это посредники? Потому что... Нет, пока ещё не забанили, мы ничего не знаем. Потому что это просто может сделать... Я уже страйк выпустен, вот я спрошу. Ну, когда забанили, тогда поговорим. А, вот как значит. А, хорошо. Ну, я думаю, тогда надо делать диалог продолжить именно после того, как забанили. Я отталкиваюсь от официальной позиции. Если это тебе не устраивает, пиши в компанию Михуё. Тебе там... Ты нахрен умеет твоя компания? Я не Михуё, я не нашёл. Она не моя. Она не моя. Ладно, я понял, ты просто тупоголова реально письяна, которая ничего не поднимевает. У тебя есть официальная позиция. В общем, вот такой, к сожалению, получился у нас с ним диалог. Почему, к сожалению, человек перешёл тупо на оскорбление? Хамство я вначале как бы сдряжал, но оскорбление... Ну, а смысл, да? Если человеку нечего сказать, он переходит именно на оскорбление. Ладно, спешим на его возраст. Дело в том, что вот такой у нас разоблачитель Влад. Наразоблачался по полной программе. И больше всего мне поразило то, что он не играет в Геншин Пак. То есть это личный раз подтверждает, наверное, корыстность его роликов. И вы знаете, я думал, на этом всё. С этим Владом всё понятно. Разоблачение у него получилось так себе. И помимо этого он ещё и в диалоге, мягко говоря, себя не проявил. Но сегодня мне скинули ещё два ролика, которые меня снова удивили. И что вы думаете? Опять эти два ролика связаны опять с этим сайтом. Удивительно. Второй ролик. Тоже очень интересный. Название. Самый тупой блогер Геншин Пак. Я думаю, опять статус что-нибудь. Ну, пачки не те. Прожатие кнопок, наверное, не то. Или прохождение без на стороны. Нет. 20 минут ролик посвящён тому, что этот сайт великолепен. И я являюсь таким говном, что посмел что-то сказать в сторону этого сайта. Правда, в начале ролика он говорит о том, что придётся ему, наверное, этот канал забрасывать. Потому что голос этого канала ушёл. Потому что всё ради бабок. Интересно, правда? То есть, получается, у нас с вами Влад Разоблачитель в Геншин не играет. И при этом пиарит сайт, который продаёт товары игрокам. Геншин Пак. Второй. Начинает с нытья то же самое. По поводу того, что ему этот канал нафиг, типа, упал. Если вы его потерпите, этот голос на канале, то окей. А в противном случае, как бы, он его забросит. Выходят ролики в один и тот же практически день. Или в один день. С кричащими названиями. Вот. И фактически, кроме как оскорблений, да. То есть, вот ещё раз говорю, в этом ролике ничего такого не было. Хоть бы доводы какие-то были. И он, когда поставил на превью жалок, ну, наверное, он имел в виду именно себя. Вот. Что же касается у нас третьего ролика. Сегодня, перед началом вот этого монтажа, я посидел, посмотрел. И мне скинули ещё один ролик. Теперь тюлень сошёл с ума. Геншин убивает мозг. Так. У нас получается первый главный клоун Геншин Пак. Второй у нас с вами. Самый тупой блогер Геншин Пак. Третий. Тюлень сошёл с ума. Как Геншин убивает мозг, да. То есть, третье кричащее название. Выпускается тоже примерно в то же время. Удивительное совпадение просто. Прям не знаю, как сказать. Но у меня складывается такое, знаете, интересная аналогия. А не заказуха ли это всё? Потому что, опять же, я вам показывал официальную позицию, да, то есть, комьюнити менеджера, который сказал о том, что, ребят, ну вот, не работают они с нами. Поэтому и выписал он страйк на сайт и на группу. И подумайте, в следующий раз, хорошенько, если эти блогеры так рьяно борются за отстаивание интересов этого сайта, то, наверное, что-то тут всё-таки нечисто. Правда же? Задумайтесь.